Вот листочек, значит, на меня идёт, не вовнутрь, чтобы он туда шёл. И вот я обрезаю на полсантиметра вот так вот. Михаил и Галина Швырёвы – дачники со стажем. Уже больше 30 лет занимаются своим участком. Здесь есть всё – овощи, фрукты, ягоды и, конечно, цветы. Галина и Михаил с удовольствием делятся своим опытом. Так, чтобы розы радовали как можно дольше, нужно вовремя поливать их, убирать отсветшие бутоны и рыхлить почву. Глубже проходит влага, кислород. Дышать корышкам удобно, хорошо, легко. Поэтому такая роза красивая становится. Глаз радует. А вот ирисы и лилии лучше поливать реже. От избытка влаги луковицы могут загнить. Ещё одна гордость – пушистые гортензии. Эти цветы любят влажную и кислую почву. А если грунт не подходит, можно изменить его состав. Достаточно добавить лимонную кислоту. Дачники успевают поработать не только в цветнике, но и на огороде. Чтобы культуры порадовали вас хорошим урожаем, за ними необходимо правильно ухаживать. Так, например, ежевику важно поливать, подкармливать и обязательно подвязывать. Это необходимо для того, чтобы ягоды не касались земли. Огурцы сажают в теплицу в конце апреля. Кусты удобряют навозом и калием. Здесь всего 20 саженцев, а урожай богатый. Вот такие у нас с шипами огурцы хорошие. Мы не только огурцы срываем, мы ещё убираем плохие листья, потому что это инфекция. Вот, например, пожелтел, мы также убираем. Это очень важно делать. Рядом растёт виноград. По словам дачников, ускорить его созревание поможет простое прореживание листьев. Также важно следить, чтобы высота растений не превышала двух метров. Ну вот мы уже срезали. Он был повыше, сантиметров 20 положено срезать, чтобы в эту вот кисть она была полной и сочной и вкусной. Вот она. Михаил и Галина привыкли всё делать вместе. Вот он виноград. Но он ещё, он ещё. Он не поспел, наверное. Да, я попробую. Попробуй, попробуй. Вкусно, нет? Мне нравится. И слышишь? Тебе не нравится, а мне нравится. Клубника – это царица сада. После посадки в грунт кусты нельзя стричь. И только на третий год листья полностью скашиваются. Клубника проливается крепким раствором марганцовки и удобряется. Также нужно не забывать рыхлить кусты. Клубника это любит. У супругов большой урожай яблок и груш. Из них варят компоты и варенье. А если заметили, что плоды сильно свисают с ветки, то делают специальные подпорки. А вот обрезать плодовые деревья осенью нежелательно, говорит руководитель садового центра Артур Асланян. Есть понимание, что прорастают новые побеги, они не успевают от древесной до морозов. И, скорее всего, они подморозятся. Соответственно, у нас будет потеря определенных стволов у дерева. По словам специалистов, лучше делать эту процедуру весной. Так же, как и посадку косточковых – абрикоса, персика, черешни. Эти культуры довольно капризны. А вот подкормить растения нужно успеть обязательно. Такой прием позволяет повысить стойкость культур к холодам, заложить фундамент под будущий урожай и насытить почву необходимыми питательными веществами. Мы советуем подкормить растения осенью именно калиево-фосфорными удобрениями. От азота мы постепенно уходим. Это все делается для того, чтобы приостановить вегетационный рост растения и постепенно, чтобы оно уходило в спячку. Два раза в месяц, один раз хотя бы в месяц. Но это обязательные условия для того, чтобы растение хорошо перезимовало. Дачи в сентябре требуют пристального внимания и активной работы, чтобы в новом году радовать садоводов обильным урожаем. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.